Чтобы сюда попасть, нужен допуск. Потому что здесь история. Здесь история края, представленная в предметах. Мы тоже реаниматоры, потому что предмет, когда приходит к нам больной и хромой, и мы его лилея восстанавливаем, чтобы продлить ему жизнь. Скажем, вот секретер, который я реставрировал, и получил вторую категорию художника-реставратора, скажем, на этом предмете. Но самое ценное, что на одной из стенок изнутри был автограф художника-мастера, который изготовил этот секретер. Я уже дословно не помню. Какой-то мастер Френев у княжны Шаховской. Ну, это конец XIX века. Вот внутренняя корейская береза. Такой красивый стул. Он имеет хорошую историю. Он принадлежал нашему корейскому священнику Ржановскому. Были сколы, утраты. Он весь руинирован был. Он весь разваливался. Если показать фотографию до реставрации, он просто был, блин, набор элементов. Отреставрировано у меня более 150 единиц предметов. Это с 2005 года. Вот видите, вот это новодел, подрезанный, вставленный новодел. Его не было. Он был утрачен. Делать это тактично. Я, когда делаю предметы, скажем, мебель, я даю мебели своей гарантию 300 лет, 500 лет. Сейчас никто не может дать такую гарантию, такой срок службы из пластиковой ДСП мебели. Здесь, на этой витрине, я представлен как художник-мастер. Вот здесь представлены мои работы, которые были приобретены в фонды музея, уже как частного художника. На этой витрине представлен вертеп. Рождественский вертеп. Тоже авторская такая работа. Это новодел. Это липа, сосна, краски. Я резал, супруга моя расписывала фигурки. Музей реставратором сразу не становится, потому что реставратор должен получить допуск, квалификацию получить. У меня два художественных образования. В 1969-м я закончил художественную школу в село Ломоносова, резьба по кости в Холмогорах. Потом после армии учился в Москве, МХПУ имени Калинина. Художественная обработка дерева, камня, кости, металла. Художественное образование такое ёмкое. И что позволяет мне понимать материал, скажем, резчик – это понятие одно, а реставратор совсем другое. Да, хочется, скажем, исправить косяки мастера-неумеху. Но надо остановиться, не приступить к историю предмета и не ущемить автора. Трудно. Трудно. Отец занимался лесничеством всю жизнь в лесу, мать надомницей была. Конечно, мама много шила, весь посёлок обшивала. Умела кроить, даже меня научила в своё время шить. Я сам себе тоже по молодости шил рубахи и штаны. В детстве уже, даже будучи ребёнком, я помню, у нас была на кухне большая белая каменная печь, на которой мне всё время хотелось рисовать. Уголёк вывалится, и я этим угольком рисовал уже на печке. И за это получал, конечно. И помню, весь посёлок бегал с моими автоматами и пистолетами. И как-то была эта любовь, или у меня получалось красиво. И однажды отец пришёл в сарайку, чтобы взять досок, крышу крыть. И там половина досок перепилена моими руками. Я тоже получил. У меня руки чесались к большому куску деревесины. Я уже тогда, наверное, тянулся что-то из него делать. На островке же... Мы в 80-м, и мы ездили туда на ярмарки мастеров. Я же в то время был художником-речником на комбинате карельские сувениры. В музее уже около 30 лет. И сам иконостас мы тоже принимали в укрепление этого позолотного иконостаса. Был утрачен запрестольный крест как неотъемлемая часть внутреннего убранства. И по фотографиям историческим я сделал реконструкцию этого креста. Супруга у меня художник росписи по дереву. Она тоже заканчивала Ломановскую художественную школу резьбы по кости. Дочка, конечно, у нас по нашей стезе не пошла. Она ушла в медицину. Она фармаколог. И живет в Нью-России, и живет на Филиппинах. Внучка живет в Филиппе. Общаемся по скайпу. Нет, я уже поездил и никуда не охота. Ну, был в Германии и в Англии. Работал и в Финляндии много лет работал. Ни охотник, ни рыбак. Я меломан. Кто? Меломан. Очень помешан на ламповом звуке. Не воспринимая, как звучит. Не понимая транзисторный звук. Вот когда говорят человек золотые руки, вы как к этому относитесь? Нормально. Золотые. В не прямом смысле. Ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok